Здравствуйте! Хочу поделиться с вами своими небольшими хитростями, которые в процессе моей шитейской деятельности я для себя придумала. Первая хитрость. Моя машинка стоит на куске фетра. Смотрите, если вам нужно что-то, отрезать тоненькую полосочку, на столе это будет скользко, вставать из-за машинки куда-то идти неудобно. Тут я всегда положила ткань, отчертила, отрезала и все хорошо и удобно. Надо пошить, подвинула и шью. Вторая такая хитрость. Вот у меня на столе всегда имеются кисточки. Дело в том, что в процессе шитья всегда вот здесь скапливается и ворс, и пыль, иногда даже целые клубочки. Вот. И я вот так вот, после того, как я что-то прошью, или нитку меняю, или просто вот мне захочется как бы навести порядок внутри машинки, я беру эти кисточки, видите, сколько собирается на ней пыли и грязи. Вот. Видите? Вот. Поэтому я периодически это дело делаю. Вот. Ну, а сейчас я хочу вам показать, как шить резинкой. Ну, вот такую вот я резинку купила. Кто-то, может быть, другой фирмы покупает. Они разные есть. Вот. 10 метров. Что тут дальше пишут? Вот. Состав ее. 58 эластин, 42 полиэстер. Ну, и, в общем-то, больше здесь никаких опознавательных знаков нет. Ну, да, это у меня с базара резинка, не из фирменного магазина. Значит, смотрите, что мы делаем дальше. Нам надо резинку намотать на шпульку. Так, надо найти конец. Ага, вот, конец я нашла. Немножечко здесь обрезаем ненужное. И, смотрите, в наших шпульках есть вот такие удобные дырочки. Засунули, придерживаем хорошенечко. И сильно растягиваем, очень сильно. Я делаю очень сильно, растягиваю, накручиваю. Дело в том, что, вот, говорят, надо делать натяжение такое не очень сильное. Но, как показала у меня практика, я потренировалась предварительно. Вот, и надо, чем сильнее ты натянешь, тем лучше будет строчка. Во-первых, она будет более ровная, более, как бы так, красивая. И она будет очень хорошо сборку делать. Вот, я хорошо растягиваю. Ну, будем считать, что достаточно. Смотрите, я обрезаю вот здесь снизу. Я пока не отпускаю натяжение. Так, этот конец нам тоже не нужен. Мы его должны, ну, немножечко сейчас вот здесь где-нибудь обрежем. Так, это мы все убираем. И должны мы вставить, значит, нашу катушку. Я вот, смотрите, я не бросаю натяжение, потому что сейчас я отпущу, и вся наша намотка, как говорится, пойдет не туда, куда надо. Значит, беру, как положено, мы вставляем. Вставляем. Вот, уже стало чуть-чуть тише. Не тише, а как это называется. Натяжка, видите, пошла шпулька наша гулять. Вставили. Ну, и я вот так вот немножко фиксирую. Я не обрезаю. Не знаю, вам не видно. Вот так вот я ее не обрезаю, но вот так зафиксировала, чтобы уж не сильно она убегала. Мы теперь должны нашу резинку вытащить сюда наверх. То есть, что мы делаем? Мы иголкой заходим, подцепляем ее, и, допустим, ножничками мы должны за эти две нитки потащить и вытащить нашу резиночку. Вот она вышла. Давайте чуть-чуть ее сюда. Теперь мы, я ее поддерживаю, чтобы она не сильно у нас распускалась, одеваем нашу коробочку. Я взяла специально контрастную красную ниточку, белая резинка, чтобы вам было хорошо видно. Ну, давайте попробуем. Значит, я вот подгибаю ткань вот так вот и, значит, покажу вам, как машинка шьет, если ткань сложена вдвое. И мы можем потом сделать еще один подворот, чтобы показать, как шьет ткань в более толстом. Значит, делаем двое. Я опускаю лапку, нахожу вот наша резиночка. Я ее немножко придерживаю рукой до того момента, как я сейчас, видите, я ее рукой немножко оттягиваю сюда. Значит, и я сейчас зафиксирую, сделаю возвратный стежок. Все, я могу резинку бросить и заниматься своей строчкой. Ну, а сейчас давайте посмотрим, мы сделаем вот такой еще подворотик, чтобы у нас было в четыре, в три слоя ткани. Давайте так. Ну, вот, достаточно. Обязательно надо закрепки делать в конце и в начале, потому что резинка пытается, значит, собраться. И я первый раз строчила, закрепку не сделала, и у меня резинка раз и выскочила просто. Ну, вот, смотрите, какой замечательный результат у нас получился. Ровненько, аккуратненько все. Встрочилась. Вот там, где вдвое, вообще получился идеальный шовчик. Ткань так вот, ну, красивая верхушечка. Там, где втрое, конечно, немножко, видите, выворачивается ткань вот сюда. Вот. Ну, тоже оно, если кому-то нужно, будет строчить вот так. Ну, а на этом все. Всего вам доброго. До свидания. Строчите с удовольствием, и пусть у вас все всегда получается. Строчите с удовольствием. 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 Продолжение следует...